Всем привет! Это третий урок по черепашки на языке лу. А сегодня мы научим нашу черепашку повторять. Повторять какие-то команды несколько раз. Если вы сталкивались с исполнителем черепашка в школе, то вы знаете, что у той черепашки есть команда повторить. У нашей черепашки тоже есть такая команда. Но она будет называться цикл for. Напоминаю, что наша черепашка появляется в квадратном поле размерами 450 на 450. Так как она у нас находится в центре, если мы ей дадим команду вперед, move, move и дадим ей число шагов 225, то она дойдет до самого краешка своего окна. Размеры этого окна можно менять. Я сегодня расскажу как. Напоминаю, что наша черепашка при старте смотрит мордочкой вправо. Поэтому если мы ей даем команду move, она будет двигаться вправо. Командой turn можно поворачивать нашу черепашку направо, а turn с отрицательным числом можно поворачивать черепашку налево. Но если у вас есть вот такой транспортир, то он вам подскажет, на какой угол поворачиваются ваши черепашки. Сегодняшний пример – это рисование рощицы деревьев. Вот, например, мы хотим нарисовать одно такое дерево. У этого дерева есть высота. Мы высоту ствола будем хранить в переменной высоте. Вот 20 у меня. Дальше высота 2. Так как мы будем рисовать не такое дерево, а упростим его, видите, рисуем ствол, потом на своем углу лежит некий квадратик. Этот квадратик будет изображать нашу листву. Так вот, высота 2 – это длина вот этого вот ребрышка квадрата. Дальше у нас остается переменная промежуток. Что за промежуток? Промежуток между деревьями. Так как я хочу нарисовать несколько деревьев подряд. Сначала одно дерево рисуем, потом отступаем, рисуем второе и так далее. Количество деревьев мы занесем в переменную семерка. Ну давайте сначала просто нарисуем дерево. Я думаю, что вы это умеете делать. Итак, у меня есть заготовка. Require Turtle. Мы всегда должны вызвать, подключить нашу черепашку. Эта строчка должна стоять первой. Команда Show. Показать нашу черепашку на экране. Давайте посмотрим. Да, вот наша черепашка видна на экране. Так. Я буду использовать живое программирование для нашей черепашки, чтобы мы сразу видели прогресс рисования. Pen Size. Это ширина пера, ну или ручки, которые рисует черепашка. Если бы мы эту команду не ввели, то черепашка бы рисовала слишком тоненькой линией. Было бы не очень красиво наблюдать. Так, наши переменные, которые я вам только что объяснил, так в комментариях написано их значение. Пояснение, чтобы мы не забыли. Так, ну и давайте нарисуем наше дерево. Рисовать. Так, у нас черепашка смотрит мордочкой вправо. Давайте черепашку повернем налево. Налево на 90 градусов. А так как налево, то мы... Так, мы видим, что черепашка уже развернулась. Теперь мы делаем Move. Рисуем ствол. Где у нас ствол? Ствол вот. В этой переменной число хранится. Так, видно, что мы уже нарисовали ствол. Какой он у нас маленький. Потом исправим. Так, давайте теперь посмотрим, как же рисовать наш квадратик. Смотрите, я снизу приложил транспортир. Он такой прозрачный, но тем не менее видно. Вот у нас движение черепашки вверх. И теперь мы смотрим вверх. И мы должны повернуться налево. Вот сюда. Так как мы совместимели с центром транспортира, вот мы по этой шкале отсчитываем и видим, что 45. Действительно, мы должны повернуться налево на 45 градусов. Ладно, хорошо. Так. Дальше что мы должны делать? Повернулись налево. Теперь рисуем кусочек нашего квадрата, ребро. И сколько нам шажков нужно сделать, находится число в переменной высота 2. Так, ну отлично. Точнее, что отлично. Все очень просто пока. Так, высота 2. Так, вот черепашка наша прошла. Теперь, давайте посмотрим. Мы находимся вот здесь. Смотрим мордочкой сюда. Насколько градусов нам нужно повернуться вправо? Ну, по-моему, вы понимаете, что это уже будет поворот на 90. Так, ну дальше я буду без таких пояснений делать. Несмотря на то, что это живое программирование, я все равно буду печатать вручную числа. Потому что... Так. И еще раз мы повторим. Повторили. Теперь давайте посмотрим. Так, ну мне не нравится. Давайте сразу увеличим, наверное, высоту нашу. Так. Высота нашего ствола 40. Давайте здесь пусть 30 будет. Ладно, так виднее наше дерево. Так. Куда-то в непонятное... А, ну я вижу, что черепашка смотрит вот сюда. Влево-вниз. А нам нужно сейчас в нашем рисунке... Вот она сюда смотрит. Видите, как эта стрелочка. Нам нужно вернуться вот сюда вниз. И промежуток какой-то отступит. Так. Ну сколько тут у нас градусов? Налево мы должны повернуться на 45 градусов, по-моему. Давайте повернемся на 45 градусов. Повернулись. Да, черепашка теперь вниз смотрит. Давайте теперь на высоту нашего ствола прыгнем. Только давайте будем использовать команду не move, а jump. Вдруг мы захотим раскрасить позже каким-нибудь другим цветом наш ствол и нашу листву. И чтобы не стереть то, что мы уже здесь нарисовали. Ну все отлично. Так, теперь нужно повернуться... Куда нам нужно повернуться? Направо или налево? Если мы хотим рисовать деревья правее. Налево. Налево. А вы можете рисовать, кстати, направо. Так. 90. И здесь нужно еще один jump сделать. Jump. И сколько нам нужно промежуток. Так. Мы этот wait. Wait. Вы помните, для чего wait. Это для того, чтобы черепашка подождала, не закрывала это окошко. Если мы закроем наше окошко... Ага. Ну в живом программировании, как ни странно, окошко не закрывается. А если бы мы запустили не живым программированием, а вот так, то окошко бы закрылось, и мы его не увидели. Так что советую вам ставить в конце wait. Итак, вот наше дерево. Так. Мы здесь поворачиваемся наверх. Давайте еще раз посмотрим, куда у нас смотрит черепашка лицом. Так, ребята, я неправильно вам сказал... А, нет, я все правильно сказал, но я повернул направо или не налево. Вот, отлично. Теперь черепашка смотрит вправо. С этого места она будет рисовать следующее дерево. Давайте промежуток я все-таки сделаю побольше. 50, например. Не знаю, будут касаться у нас деревья, как вы думаете, друг друга или нет. Так, я хочу здесь пометить дерево. Это я комментарий пишу, начало дерева. Так. Конец дерева. Отлично. Так что теперь, если я скопирую вот этот вот текст и поставлю его еще раз, этих команды, то у нас появится второе дерево. То же самое я могу и дальше делать. Но вы помните, что у нас было задание рисовать не вручную, сколько-то деревьев, а у нас есть количество. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. Так, это вот команды интересные есть. Я про них, наверное, уже рассказывал. Есть команда size. Она позволяет вот это вот поле, в котором у нас находится черепашка, она позволяет его размер задать в шагах, ширину и высоту. Ширина, поле и высота. Ну давайте попробуем, зададим. У нас же будет, тоже в самом начале зададим. Или давайте вот здесь, например. Так. Сейчас у нас по умолчанию 450 шажков. Давайте сделаем, например, 600 шажков. Деревья у нас невысокие. Давайте мы сделаем 200. Как вы думаете, нам хватит? И давайте попробуем запустить. Отлично. Вот у нас такой прямоугольник получился. Нормально. Так, но мне не нравится, что у нас дерево в центре находится. Давайте нашу черепашку с помощью вот этой команды zero. Начало. Начало координат. Мы вот это вот начало координат, откуда стартует черепашка, мы перенесем вот сюда. Зададим такие координаты. Ноль. И разделим напополам то число, которое я использовал для высоты. Так. Пишем здесь zero, ноль, чтобы наша черепашка слева начинала. И 200 разделим пополам. Это 100. Вот, отлично. Черепашка отсюда стартанула. Но часть нашего дерева не видно. Давайте мы тогда ее не снули, а немножко добавим, чтобы она вот здесь появилась. Это у нас, допустим, 30. Отлично. Так. И почему-то, смотрите, у нас черепашка начала тоненько рисовать тоненьким. Потому что, когда мы вызываем zero, или когда вызываем size, размеры нашей кисточки и команда показать черепашку, они сбрасываются. Так что, надо после того, как мы указали размеры и толщину пера, ручки фломастера нашей черепашки, их надо размечать после этого. Ну, отлично. А давайте... Ну, ладно. Так. Теперь будем изучать команду повтори. Мы будем пользоваться стандартным циклом, который есть в языке луа. Как он у нас выглядит. Вот так. Если мы хотим повторить какие-то команды, ну, вот здесь у меня пример этих команд, мы должны их поместить внутрь цикла. Цикл начинается с ключевого слова for и заканчивается ключевым словом end. Но как мы должны показать... А, кстати, вот это называется телом цикла. Это тело цикла, это как раз тот список команд, которые нужно повторять. Здесь может быть не две команды, может быть одна команда, может быть сто команд. И эти команды, которые будут повторять цикл for, они должны находиться между вот этим словом do, делай, и словом end, конец. Вот здесь мы задаем количество, сколько раз повторить нужно. Итак, пишем for, имя переменной любой, от единицы, здесь будет должно обязательно равно, запятая, и до того числа, сколько раз мы хотим повторить. Вот эти вот команды. Тело цикла. Давайте напишем. Начну писать цикл for. For. Я придумал... Ну, не придумал. Стандартная переменная i. Неважно, какое здесь название. От одного до трех, например. Делай. Так. И здесь мы поставили end. Мы видим, что наша черепашка уже не дожидаясь... Она сама уже все нарисовала. Можем 4, можем 5. Можем 6. Можем 7. А зачем я пишу здесь число? Ведь у нас есть переменное количество. Давайте вместо семерки поставим это переменное. Наша черепашка будет брать число, количество повторов вот отсюда. Так. Ну, давайте я немножко уменьшу код, чтобы вы его видели на экране. Так. Этот вывод нам нужен. Так. Лишние строчки убираем. Отлично. У нас полностью вся программа уместилась на экране. И мы видим количество наших деревьев. Так. Давайте попробуем. Сделаем размер экрана, чтобы он ровно совпадал. Точнее, чтобы он изменялся размер для нашей черепашки, в зависимости от количества наших деревьев. Вот у нас есть переменное количество. Давайте здесь мы пишем size. Тогда не 600. А количество умножить. Какая у нас ширина дерева? Так. Ну. Вот у нас есть промежуток. Давайте умножить на промежуток. Значит, количество промежутков. Вот такая у нас будет ширина. И смотрите. Попало ровно. Как я хотел. Вы можете посчитать, что у нас в количестве умножить на промежуток? Так. Ну ладно. В живом программировании не показывает. Ну. По-моему, все отлично. Давайте теперь попробуем раскрасить нашу черепашку. Ну, урок. Что там у нас еще дальше? Так. Урок у нас закончен. Сейчас как бонус я вам расскажу, как раскрасить нашу... Так. Где у нас команды? Здесь команд нет. Как раскрасить наше дерево? Так. Давайте. Есть такая команда. Цвет пера. А в ней мы должны указать цвет. Цвет смешивается из трех цветов. Красного, зеленого и синего. Давайте цвет у нас будет более такой красный. Синего я добавляю 0. И зеленого. Вот здесь зеленый цвет, здесь синий. Так. Отлично. Все нарисовалось красным цветом. Так. А теперь давайте... Помните, что вот эта строчка, вот эта строчка рисует наш ствол. Поэтому мы сюда добавим цвет, который мы будем использовать для нашей листвы. Видите, когда цвет... Видите, когда цвет... Все три значения красного, зеленого и синего равны нулю, то получается черный цвет. Кстати, если я эти цвета заменю сейчас на 255, 255, 255, то черепашка будет рисовать белым цветом. Но нам нужен всего-навсего зеленый цвет. Отлично. Так. А что сделать, если я хочу еще зеленую траву нарисовать? Помните, где у нас черепашка остановилась? Jump промежуток. Значит, у нас черепашка где-то за экраном вот здесь находится. Давайте мы развернем нашу черепашку назад. Помните, какой командой? Точнее, на какой угол нужно ее развернуть? Давайте посмотрим на наш транспортир. Смотрите. Вот, допустим, черепашка смотрит туда. На сколько градусов ее нужно развернуть, чтобы она смотрела назад? По вот этой шкале смотрим, 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 смотрим. И здесь 180. Ну, отлично. Так. Неважно, в какую сторону она направо развернется, она или налево, она все равно будет смотреть головой назад. Так. Мы ее не видим, нашу черепашку, потому что мы вот здесь размер... Давайте количество умножить на промежуток и давайте плюс, например, 100. Ну, вот теперь мы видим, да, что наша черепашка стоит на расстоянии промежутка от последнего дерева, чтобы мы могли нарисовать еще одно, и ждет команду. Ну, а команда будет простая. Рисуй назад. Рисуй назад. Точнее, вперед. Она у нас... Кстати, а зачем я ее поворачивал, если у нас есть команда пятиться назад? Вот она. Back. Back. Так, что-то она не до конца нарисовала. Давайте мы не будем придумывать числа. Мы возьмем количество деревьев и умножим эту переменную на промежуток. Помните промежуток от расстояния между нашими деревьями? Ну, отлично. Может быть, я хотел, чтобы она пододвинула, нарисовала еще немножко сюда, но тогда мы должны как бы искусственно увеличить количество деревьев. Ну, в нашем выражении, конечно. Количество деревьев. Давайте количество в скобочках. Здесь напишем плюс один. Все, отлично. Наша черепашка нарисовала и вернулась назад. Ну, давайте теперь попробуем поиграть с переменными. Видите, как здорово, что я здесь не числа писал, а я писал здесь название переменных. Давайте одно дерево нарисуем. Одно дерево рисуется. Отлично. Давайте 11 деревьев. Давайте 20 деревьев. Отлично. Так. 30. А 30 уже не хочет. Наверное, слишком большой. Слишком на экран уже на мой не влезет. Вот. Так. Ладно. Пусть будет 7 деревьев, как мы хотели. Давайте теперь размеры наших деревьев изменим. Я хочу, чтобы они были очень маленькие, как кустики. А что, если я вообще высоту нашего дерева сделаю равную нулю? Получил здесь кустики. Ну, все правильно. Потому что мы здесь делаем команду move 0. Так что черепашка никуда и не двигается. Ладно. Делаем. А если сделать высокие? Так. Наши деревья вылезли за наш экран. Почему вылезли за наш экран? Потому что вот здесь я размером ширину указываю, а высоту не указываю. Давайте мы сделаем хитро. Сделаем вот так. Чтобы высота автоматически высчитывалась. высота плюс высота 2 плюс высота 2 а все это еще умножить на 2. Почему я умножаю на 2? Помните, что черепашка у нас начинает вот здесь мы ее двигали в середину экрана. Кстати, это тоже у нас можно теперь это вычисление все равно не работает. Почему? Потому что следующая команда hero мы двигаем черепашку не черепашку, а начало координат где наша черепашка появится, чтобы рисовать. Мы ее двигаем вот сюда а сверху мы ее двигаем на 100 шажков. Вот 100. Давайте сюда тоже какое-нибудь вычисление вычислим нашу. Да мы можем наверное вот так сделать. Просто ставим это же самое выражение. Так. А, ну на 2 наверное не нужно было умножать. Отлично. Посередине экрана. Потому что так, а давайте мы тогда сделаем вот как. Зачем нам по центру если мы можем разместить наши деревья полностью в нашем квадратике. Вот это вот умножить на 2 убираем. Как вы видите у нас все отлично разместилось. Только почему-то плюс 100 это я здесь добавил. Я уж пугаюсь. Почему здесь пустое место а не ровно по количеству наших деревьев. Я это плюс 100 добавлял чтобы мы видели где наша черепашка остановилась после того как мы нарисовали деревья. Ну все пожалуй на этом урок я бы закончил. И хочу еще раз еще раз сказать что для того чтобы повторять вот эти вот команды с помощью которых мы рисовали наше дерево мы использовали цикл for который позволяет повторять это начало цикла for заканчивается он циклом and между словами ключевыми do и end мы должны размещать команды которые мы хотим повторять. Как указать количество повторов вот здесь мы должны написать любое название переменной в ней будет увеличиваться число от единицы мы здесь можем кстати указать не единицу а например двойку этого мы делать не будем мы хотим чтобы наш цикл выполнился ровно столько раз сколько находится в переменной количество вы понимаете что сюда можно не переменную поставить здесь можно число просто поставить здесь можно поставить другую переменную вот давайте например поставим количество деленное на 2 то нам мешает вот в 2 раза стало меньше деревьев но только смотрите у нас 7 деревьев ну цикл может только целое число раз исполняться потому что у нас 7 разделить на 2 получилось 3 с половиной но цикл умеет только повторяться целое число раз ну все на этом урок закончен попробуйте сами нарисовать не какие-нибудь деревья какие-нибудь домики или там траву или что-то еще все очень похоже так так и так так как это как это так